Наверное, для того, чтобы понять, как неожиданно может развернуться здесь вопрос об убежище, мы начнем с небольшого экскурса в, ну, наверное, одну из самых важных, самых влиятельных, самых глубоких и самых недооцененных теории государства, а именно теорию Томаса Гоббса и его знаменитого Левиафана. И когда речь идет о Левиафане, то перед нами встает какой-то такой циклопический образ государства, вездесущего государства, от которого хочется сбежать, от которого хочется укрыться, который возвышается над индивидом и подавляет его. Однако в своей теории государства Гоббс имел в виду нечто прямо противоположное. Когда возникает государство по Гоббсу, государственному состоянию предшествует то, что Гоббс называет естественным состоянием или войной всех против всех. Что он имеет в виду? Он имеет в виду, что человека, Гоббс в данном случае выступает как такой, ну, как бы, пессимист в отношении человеческой натуры, человеческой природы, находится в ситуации постоянной конкуренции, постоянной борьбы с себе подобными. Он существует в догосударственном состоянии, в ситуации абсолютного произвола, в ситуации борьбы каждого с каждым, которая является следствием непосредственных, ничем неопосредованных отношений одного к другому. Эта ситуация приводит к постоянной борьбе, к ничем неограниченному насилию и к постоянному возрастанию страха. Почему главным чувством, главным аффектом в этом состоянии является именно страх? И страх чего для Гоббса? Это страх, как его обозначает Гоббс, перед позорной смертью от руки другого. То есть, иными словами, находясь в непосредственной борьбе друг с другом, люди стремятся не к победе, но они стремятся не проиграть. И именно вот этот вот аффект страха становится центральным отправным пунктом рационализации человеческого сосуществования друг с другом. Для того, чтобы оградить себя от другого, люди воздвигают над вот этим естественным состоянием гражданское состояние или государство. Может быть, кто-то из вас когда-нибудь видел вот эту знаменитую первую обложку, под которой было издано сочинение Томаса Гоббса, которое, кстати, в Англии после его смерти было сожжено и предано анафеме, как антихристианское произведение. Так вот, на этой обложке образ Левиафана – это не какое-то библейское чудовище, противоположное человеку и подминающее под себя человека. Но Левиафан – это огромный искусственный человек, созданный из множества других людей. Вот эта обложка – это такая концентрация политической мысли Гоббса. Это образ того, что на самом деле представляет собой государство. Это рационализация наших страхов по отношению друг к другу. Таким образом, между естественным состоянием, то есть состоянием войны всех против всех, состоянием, в котором господствует то, что Гоббс называет правом меча, и гражданским состоянием, государственным состоянием, вот между этими двумя состояниями как бы не существует разрыва. То есть человек не только не преодолевает себя естественного, себя боящегося другого, но и превращает этот страх в некую колоссальную институцию, в систему, власть закона, которая стоит между людьми. Собственно, в государстве люди защищены друг от друга неким договорным отношением, неким делегированием своей свободы в пользу вот этого искусственного человека, которое гарантирует нашу безопасность. Потому что страх для Гоббса – это аффект, это страсть, это чувство, это переживание, которое, тем не менее, имеет самую рациональную, самую разумную природу. А именно страх постоянно сигнализирует о угрозе нашей личной безопасности. Именно поэтому в страхе всегда присутствует как бы разумный элемент. Тот, кто боится, тот как бы обладает разумом. Но что это за разум? Это разум индивидуальный. Это разум, который служит расширению зоны нашей свободы, служит нашему комфорту и служит нашей безопасности, постоянно реагируя на какие-то угрозы, исходящие извне. А угрозы извне могут исходить только от других людей. Что получается? Получается, что вот этот вот Левиафан, вот это государство – это вовсе не какой-то зверь, который как бы угрожает нашей жизни, нашей свободе, от которого мы хотим сбежать. А это такие бесконечные как бы соты убежищ, которые мы создаем для того, чтобы защитить себя друг от друга. В каждом из этих убежищ человек является свободным. Потому что для Гоббса, что такое свобода? Свобода – это негативная свобода. Гоббсу я определяю это очень просто. Свобода – это отсутствие внешних препятствий. Если перед нами стоит как бы стена, она ограничивает нашу свободу. Если у нас есть какой-то как бы внутренний, так сказать, какой-то, ну так сказать, ментальная какая-то граница, то она не служит основанием для ограничения нашей личной свободы. Более того, у человека всегда есть возможность выбора, даже если он находится в самой экстремальной ситуации. Скажем, Гоббс говорит о том, что в положении победителя и побежденного, когда победитель говорит «Соглашайся на мои условия, стань моим рабом или умри». Выбор, свободный выбор, он всегда остается за побежденным, а не за победителем. У победителя нет выбора. Выбор есть у побежденного, потому что он может сказать «Нет, я отказываюсь стать твоим рабом и выбираю смерть». Ничто не препятствует осуществлению вот этого его свободного выбора. Таким образом, мы видим, что вот этот Гоббсовский левиафан – это государство индивидуалистов. Это государство, в котором возможно безопасное существование нашей внутренней индивидуальной свободы. Такой критик Гоббса, философ XX века Карл Шмидт, он сравнивал, так сказать, вот этого Гоббсовского левиафана с как бы големом, с искусственным человеком. Потому что государство таким образом полностью обезличивается. Государство теряет любые признаки божественного. Кстати, если кто-то из вас смотрел фильм Звягинцева «Левиафан», легко можно обнаружить, что Звягинцев абсолютно… То есть либо он неверно понимает Гоббса, либо он его не читал, либо он как-то с ним не соотносит, свое произведение, потому что если бы можно было сформулировать одной фразой смысл сочинения Гоббса, то я бы сказал так. Это сочинение о том, что власть не от Бога. Власть от людей, которые создают отношения власти для того, чтобы отгородиться друг от друга, для того, чтобы создать убежище от произвола со стороны другого, для того, чтобы предотвратить ситуацию вот этого позорного поражения от другого. Другой аспект, который связан с государством и с убежищем, это, конечно, аспект, связанный с войной. Государства ведут между собой войны, люди должны разделять тяготы войны, должны подчиняться законам войны для того, чтобы в конечном итоге гарантировать свою собственную безопасность. Почему мы выполняем законы, почему мы приносим государству присягу? Потому что государство нам дает взамен нечто важное – нашу безопасность. Однако здесь возникает проблема, потому что война представляет собой непосредственную опасность. Мы можем погибнуть на этой войне ради государства, которое гарантирует нашу безопасность. И в этой ситуации государство может предоставить для тех людей, которые по той или иной причине не участвуют в войне, оставаясь гражданами, для тех людей, которые по независимым от них обстоятельствам вытолкнуты в условия войны, государство предоставляет им убежище. Что такое убежище? Убежище – это гарантия государства от рисков, связанных с ним самим. То есть для того, чтобы не разделять тягот войны, которые гарантируют нашу безопасность, мы просим у государства некой безопасной зоны внутри него. Эта безопасная зона внутри государства или право на убежище выводит нас фактически за рамки гражданства. Мы не становимся гражданами, потому что мы бежим от войны. Мы просим убежище, мы просим освобождения нас от участия в каких-то межгосударственных конфликтах. С другой стороны, мы просим этого правого самого государства. И рождается вот этот парадокс, на самом деле страшный парадокс беженца. Потому что беженец – это не просто человек, который исключен из государства, а как бы это человек, который признан государствами как негражданин. То есть это человек, который признан негражданином, но признан в то же время человеком. Потому что единственное право, которому может апеллировать беженец, это право человека как такового. Его право на жизнь, его право на безопасность, которое не связано с верностью конкретному государству, но связано с неким как бы универсальным постулатом, какой-то универсальной ценностью, которому все государства вроде бы должны соответствовать. А Ханна Аранд, когда она писала о страшном порождении XX века, вот этих массах людей без гражданства, масс беженцев, она говорила, что именно здесь видно, насколько уязвимы и, так сказать, насколько проблематичны вот это права человека. Потому что если у гражданина его право гарантировано субъектом, то есть конкретным государством, если немец, то мое право немца гарантировано немецким государством. Если я француз, то мое право француза гарантировано французским государством. Если я человек, то не существует субъекта человечества, обладающего военной мощью, полицией, финансовыми средствами и так далее, для того, чтобы защитить мои права как человека. Таким образом, если я оказываюсь в ситуации человека вообще, то я оказываюсь никем, я как бы никто, никто меня не защитит. И в этом как бы главная проблема беженцев и главная проблема всех дискуссий, которые постоянно вновь и вновь возникают тогда, когда возникает ситуация беженца. Потому что с точки зрения гражданина конкретного государства просто человек, который не является гражданином, является никем. Почему он приходит на мою землю? Почему он просит, чтобы я уступил ему какое-то место? Почему он просит, чтобы я поделился с ним кровом, едой и так далее? А человек ли это? Может быть, это какой-то опасный зверь? Может быть, это мусульманин? Или какой-то звероподобный персонаж, который вообще не достоин звания человека? И вот такая проблема, которая сегодня опять встает перед миром, перед Европой, она, в принципе, сопровождала так или иначе всю историю XX века. Французский историк Филипп Арьес писал о феномене человека XX века как человека, у которого отнято право на приватную историю. Если в какой-то предыдущий период можно было выбрать, участвую я в политической истории, вхожу ли я на вот эту большую освещенную сцену, где я оказываюсь не просто семьянином или каким-то частным лицом, персонажем, не интересующимся политикой. То в XX веке такая возможность попросту исчезает. Две мировых войны, Холокост, массовые потоки людей, перемещающихся из одной страны в другую, просто людей, у которых никто не спрашивал, хотят ли они быть, так сказать, вытолкнуты на вот эту сцену, как бы большую историю, хотят ли они в ней участвовать. Они в ней участвуют, эта большая история проходит через их жизнь, и она не оставляет им выбора. Они просят убежище, но история не предоставляет им права на убежище, которым они, так сказать, могли пользоваться прежде. Теперь следующий, очень важный аспект темы убежища, который связан, собственно, с рынком, который связан с капитализмом и с тем обществом, с тем изменением представления о социальности, которое сопровождает изменение характера государства, о котором мы только что немного поговорили, потому что, конечно, государство, которое описывает ГОПС, это и есть современное государство, это и есть государство, в котором мы с вами живем. Это и есть государство, созданное людьми, и защищающее нас друг от друга, государство, в котором у нас есть, так сказать, разделение индивидуальной свободы и, так сказать, вот этой, как бы, левиафановской ступтенциональной необходимости, которая над нами возвышается, но которая нами же и создана. Такой философ истории XX века немецкий Рейнхард Козелек, он писал о том, что в новое время происходит принципиальный разрыв между тем, что он называет пространство опыта и тем, что он называет горизонт ожиданий. То есть, если проще сказать, разрыв между прошлым и будущим. Что такое пространство опыта? Пространство опыта – это то, что мы знаем. Прошлое нам знакомо. Прошлое нам передано предыдущими поколениями. Прошлое отражается в нашей текущей социальности. Да, я сразу хочу сказать, что если вдруг что-то непонятное или какие-то возникают по ходу вопросы, конечно, вы их можете сразу задавать и совершенно не сдерживать себя никакими рамками корректности, уважения к выступающим и так далее. Это абсолютно нормально. Пока нет, да? Тогда продолжим. Так вот, пространство опыта – это знакомое нам прошлое. Горизонт ожидания – это незнакомое нам будущее. В домодерном, досовременном обществе между, так сказать, вот этим прошлым и будущим, между опытом и вот этим горизонтом еще не состоявшегося существует некая гармоничная связь. Мы живем в каком-то замкнутом мире, в мире, например, деревни, в котором опыт передается из поколения в поколение, и, в принципе, мы смотрим на будущее, более-менее зная, что нас ожидает. Мы соотносим это будущее с опытом. Мы кое-что о нем уже знаем, несмотря на то, что это будущее еще не состоялось. В новое время происходит принципиальный поворот, происходит принципиальный разрыв между как бы вот этим вот горизонтом ожидания и пространством опыта. Горизонт ожидания становится как бы главным, основным, он поглощает все наше внимание. Этот горизонт связан с прогрессом. Этот горизонт связан с осуществлением современности, с осуществлением разума и с осуществлением истории. То есть мы живем ради будущего. Что мы должны сделать для того, чтобы это будущее осуществилось? Мы должны не предсказывать его с помощью предшествующего опыта, но наоборот от этого опыта освобождаться. Этот опыт нам мешает перейти в будущее. Он сужает наш горизонт ожиданий. Опыт предстает теперь не как нечто, что помогает нам узнать больше о будущем, но то, что мешает нам к этому будущему перейти. Опыт превращается в предрассудок. Опыт превращается в прошлое, которое какой-то грудой хлама лежит на нашей дороге, на пути к будущему. И от этого прошлого мы должны избавляться. Как мы от него избавляемся? Как мы переходим в будущее? Мы переходим в будущее тогда, когда очищаем собственное пространство опыта и начинаем воспринимать вещи как бы впервые. Когда мы сами себя обнуляем, когда мы обнуляем свой исторический опыт, мы можем взглянуть на вещи разумно. Мы можем освободиться от предрассудков и можем увидеть все так, как оно есть на самом деле. Вот эта идея того, что главным мотором просвещения является как бы непросвещенный человек, человек, не обладающий этим знанием, этим опытом, который мешает, вот эта идея находится в основе одного из главных таких мифов просвещения, а именно мифа о благородном дикаре. Может быть, кто-то из вас слышал такое понятие. Это идея о том, что вот в современном мире, цивилизованном, с его институтами, с церковью, с государством, с собственностью, с семьей и так далее, появляется какой-то человек как бы абсолютно свежий, вот не из этого, как будто он прилетел с другой планеты. И он удивленно как бы оглядывается по сторонам и видит, что все устроено совсем неправильно, совсем нерационально. Почему вы, так сказать, строите вот такие вот огромные дома? Почему вы наряжаетесь в какие-то нелепые одежды для того, чтобы завоевать уважение друг от друга? Почему вы ведете себя нерационально? Дикарь превращается в просветителя просвещенных. Ну, одна из самых известных литературных историй подобного рода, это одна из философских повестей Вольтера, которая называется «Простодушный». Ну, сюжет там довольно простой, что некий там индеец из Канады попадает в французскую провинцию и становится вот таким просвещающим дикарем. Он может, не обладая предшествующим знанием об обществе, не обладая опытом, объяснить этому обществу о нем самом больше, чем оно само о себе знает. Такой дикарь является не детем природы, но наоборот, его существование в качестве такой табула расы, в качестве чистой доски, в качестве чистого практического разума или там мультилитарного разума, исходит именно из его отрыва от природы. То есть он не существует в гармонии с природой, но наоборот, он готов прийти и, отрешившись от любых элементов природы, ее преобразовывать ради своих правильно рационально понятых целей. Для того, чтобы было понятнее, о чем я говорю, мы возьмем вот самый классический пример Робинзона Круза. Вот с этим знаменитым романом Даниэля Дефо связана целая серия таких больших рассуждений о так называемой Робинзонаде, потому что на первый взгляд нам кажется, что это какой-то приключенческий роман, что человек попал на необитаемый остров, его там ждут какие-то невероятные события и так далее. Но, как остроумно отмечает итальянский историк литературы Франко Моретти, приключения как раз и заканчиваются в тот момент, когда Робинзон Круза попадает на необитаемый остров. А дальше начинается очень жесткая рациональная деятельность, в которой нет ни одного движения, ни одного жеста, которое бы не имело практического значения. Попадая на необитаемый остров, как бы Робинзон Круза осознает себя в полной мере как разумного человека, отделенного от природы, именно поэтому способного взять от этой природы то, что ему на самом деле нужно. Что нужно человеку? Ему нужен кровь и ему нужна еда. Робинзон Круза создает как бы вот этот разумный человеческий мир, рациональный, с чистого листа. И этот мир оказывается гораздо более практичным, чем тот мир, который создавался вот этими наслоениями европейской истории. То есть мы получаем как бы некое наследство, и мы должны строить, думать, как мы применим свой практический разум для того, чтобы как-то это непонятное наследство приспособить для своих нужд. Ситуация необитаемого острова создает для нас гораздо более благоприятные условия, потому что именно на необитаемом острове мы можем в полной мере реализовать свой как бы практический разум. Что нужно для того, чтобы стать вот этим Робинзоном? Что нужно для того, чтобы стать настоящим экономическим человеком, который меряет все окружающее предельной полезностью? Для этого нужно исключить себя из общества. И в этом важный урок Робинзона Круза. Нужно сделать вид, представить себе на секунду, что других не существует, что они являются чем-то внешним по отношению к моей задаче выжить, обеспечить себя кровом, пропитанием и так далее. То есть для того, чтобы понять, что такое эффективный экономический человек в условиях рыночного обмена нужно этого человека десоциализировать. Ему нужно совершить побег из общества. И вот этот побег осуществляется не обязательно при помощи попадания на необитаемый остров, но через переключение оптики в сторону ситуации, когда ты постоянно представляешь себя в какой-то социальной пустыне, что ты один, тебе нужно выжить. Поэтому Робинзонада превращается в какой-то очень важный спутник рыночной цивилизации. И она постоянно воспроизводит себя. Я не знаю, может кто-то из вас смотрел фильм «Марсианин» с Мэттом Дэймоном. Очень неплохой фильм, который абсолютно воспроизводит десоциализированную, индивидуализированную Робинзонаду. Человек попадает на Марс. Что он делает? Он начинает удивляться или паниковать? Нет. Наоборот, именно ситуация полного одиночества делает его разумным. Он как бы, там, знаете, есть последний момент заключительный, просто чудесный, где, значит, вот этот вот Мэтт Дэймон, уже героический космонавт, который смог в одиночку выжить на Марсе, оттуда, значит, выбраться как бы на Землю, он дает какой-то мастер-класс толпе восторженных студентов, и один из них задает вопрос, ну, типа, ну, как вы вообще не впали в какую-то панику, депрессию, там, да, как вы вообще смогли выжить в этой ситуации, ведь все было направлено против вас. И он говорит, знаете, главное — это просто правильно распределить свои задачи, ну, построить бизнес-план как бы, да. Я оказался на Марсе. Так, спокойно. Там, пункт первый, мне нужно, там, питаться в течение недели. Как я решу эту проблему? Пункт второй, там, обеспечить крышу над головой. Когда вы составляете себе бизнес-план, когда вы рационализируете свое время, не оставляя там места для, так сказать, какой-то там метафизики, каких-то размышлений, там, о глобальном одиночестве, боже, я на Марсе, там, и так далее. Просто у вас нет на это времени. Вот, у Робинзона нет времени на то, чтобы, так сказать, осмыслять проблему, как бы, одиночества в формате какой-то экзистенциальной, сложной, как бы, философии. Он предельно сосредоточен. Для того, чтобы быть сосредоточенным, быть разумным, нужно вырваться из общества. Ну, еще один, как бы, пример я приведу, так сказать, это Робинзонадо, просто он очень показательный. Это знаменитый роман американского писателя Генри Тора «Олден или жизнь в лесу». Я не знаю, может быть, кто-то его читал. Это, ну, как бы, доведение вот этой рыночной рациональности как бы Робинзона уже до, как бы, какой-то, так сказать, финальной… Да, да, да. Что? Сейчас я объясню. Сейчас объясню. Значит, что, как бы, что делает Генри Тора? Что он говорит? Он говорит, смотрите, значит, наше общество чудовищно дисгармонично. Люди ютятся в каких-то, значит, лачугах, платят за них огромные деньги, они не знают, как добыть хлеб, они, так сказать, не знают, как закрыться от дождя, они все передоверяют, как бы, другим, и именно поэтому они прозябают в социальном неравенстве, в каком-то бесполезном, как бы, труде, в нерациональности. Они живут нерационально. Давайте я вам попробую показать, что значит жить рационально. Итак, мой эксперимент. Я ухожу в лес, я строю себе дом, я сам, так сказать, добываю себе пищу и так далее. Что я выясняю? Да, и, так сказать, у Генри Тора это, как бы, главная тема. Я выясняю, что, смотрите, значит, дом построить стоит, он подсчитывает, там, 28 долларов, там, сколько-то центов. Ну, как бы, зачем человек, который изолируется от мира, высчитывать стоимость, как бы, там, дома, который он строит, там, из каких-то, как бы, досок? Потому что он дает урок людям, как им жить в обществе, при этом отсоединившись от общества, представив, что этого общества не существует. Дальше он говорит, я, значит, добываю себе пищу, при этом, смотрите, для того, чтобы добыть пищу, нужно работать, вот, там, такое-то, как бы, количество времени. Это гораздо меньше, чем, например, так сказать, время, которое мы работаем на какого-то там частного предпринимателя для того, чтобы заработать себе деньги на гораздо более скудное пропитание, чем то, которое я себе добываю. Пропитание, которое я себе добываю, оно полезно. Я не трачу сил ни на что лишнее. Я не трачу сил ни на что, что должно меня определенным образом позиционировать в обществе. Например, у него там есть прекрасное рассуждение о одежде. Он говорит, вот, смотрите, люди тратят огромное количество, как бы, денег на одежду. Одежда должна быть красивой, должна постоянно меняться, там, и так далее. Одежда заменяет самого человека. Для чего она нужна? Для того, чтобы друг друга опознавать и с друг другом, так сказать, заключать какие-то контракты, договоры и так далее. Представьте, что вы остались один. Не нужно покупать новую одежду. Нужно просто штопать, так сказать, старую, ходить как бы в самом дешевом и так далее. То есть вся история вот этой робинзонады, как бы, Генри Тора, это история, ну, как бы, экономия. Это история оптимизации расходов. Понимаете? То есть там нет, так сказать, ничего, чтобы свидетельство о том, что он, все, я ухожу от человечества, я солью с природой. Он не сливается с природой. Наоборот, он показывает, как эту природу наиболее эффективным образом использовать для удовлетворения, так сказать, потребностей человека. Как мобилизовать свой разум в условиях, так сказать, в условиях вот этого как бы социального одиночества. Кстати, интересно, что он там делает какие-то постоянные отсылки к, значит, опыту как бы индейцев. Говорят, например, смотрите, вот люди, значит, из нашей западной цивилизации очень нерационально себя ведут и вели в предшествующие века, выстраивая какие-то огромные, ненужные каменные дома, какие-то как бы дворцы, в которых было гораздо больше социальности, социального статуса, необходимости кем-то казаться, чем, так сказать, базовые, вот этой вот рационально понятой потребности человека. Вот посмотрите на индейцев. Они строят такие как бы удобные вигвамы, они их укрывают от дождя, так сказать, согревают в холод, а стоимость этих вигвамов, она просто в десятки раз меньше, чем стоимость там как бы каменного дома. Это очень интересно, что от, так сказать, американских аборигенов он берет именно то, что как бы условно удаляет их от природы и то, что представляет их в качестве каких-то, ну, как бы людей, которые, так сказать, тоже строят очень практичные вигвамы, потому что они как бы удалены и эмансипированы от общества. Хотя интересно, что буквально через 50 лет как бы после Генри Тора антропологов и социологов, таких как Марсель Мосс или Эмиль Дюргим, их начинает интересовать в изучении как бы практик, там, например, североамериканских индейцев именно нерациональные социальные, так сказать, элементы отношений. Да, например, там, дар. Что такое экономика дара? Да, когда, может быть, вы слышали, да, вот эта идея там потлач, когда люди как бы дарят друг другу вещи, не рассчитывая на получение чего-то взамен равноценного, но выстраивая социальную связь, выстраивая отношения какого-то социальной взаимозависимости, там, гостеприимства, добрососедства, там, и так далее, которые для них гораздо важнее какой-то, ну, так сказать, рациональной практической пользы для каждого конкретного индивида. Более того, антропологов интересовало как раз примеры как бы вот этих как бы полу-там первобытных индейских сообществ, как сообществ, в которых еще остался вот этот как бы элемент социального, дорыночного, дорационального. Следующий важный момент – это, да, то, что, так сказать, вот это вот бегство от общества, бегство от общества, эмансипацию как бы от общества, которое должен совершить как бы каждый человек для того, чтобы как бы вот сосредоточиться и рационально, разумно, утилитарно, да, так сказать, осознать мир как бы вокруг себя, связано с историей капитализма вообще. Прежде всего, с историей отделения человека от земли. История отделения человека от земли, превращения земли и человека в два не связанных с друг другом свободно обращаемых товаров на рынке, человек превращается в труд, да, в способность к труду, который он свободно продает, земля превращается в собственность, которая также свободно обращается на рынке. Вот это вот разделение, оно происходит травматично, оно связано с историей первоначального накопления, там, огораживания в Англии, когда там овцы стали важнее людей, там, и так далее, может быть, вы это все слышали из школьной программы. Для того, чтобы создать свободный труд, необходимо освободить человека от всего, кроме его способности к труду, кроме его рабочих рук. Возникает армия пауперов, армия беглецов, которые ищут убежища в крупных городах и которые превращаются из крестьян в людей земли, из людей земли в людей без земли, в рабочих, в беженцев, в людей, лишенных корней, лишенных дома, это как бездомные, и лишенных отечества, потому что у них нет никакой конкретной привязки, у них нет родного уголка. Их дом везде, где готовы купить их способность к труду. И вот на этой способности человека отрешиться от всего, стать бездомным, в принципе, строится вся мифология капитализма. Это как бы бедность, гонимость, способность постоянно бросать один дом и находить новый. Это как бы уже не какая-то проблема, не социальное зло, а это добродетель. Это то, что человек должен в себе культивировать. Именно на вот этом как бы культе бездомности, перемещения, способности постоянно как бы менять место, быть таким вот перекатеполем, на этом строится собственно вся история Америки. Классическая работа Фредерика Тернера «Фронтир в американской истории» начала 20 века, она как раз показывает, каким образом все ключевые институты американского общества, национальный характер, политика и так далее, как они формировались под влиянием вот этой постоянно движущейся с востока на запад границы. Америка была страной, где как бы границы, как бы изгороди не существуют, где человек изначально от нее свободен. Это общество, в котором с самого начала, с момента приезда первых колонистов не прижилось как бы феодальное отношение, хотя англичане их сначала пытались как бы внедрить, но какие феодальные отношения могут быть в ситуации, когда, если, так сказать, приходит кто-то и говорит, это моя земля, ты должен мне платить там ренту, ты говоришь, окей, это твоя земля, я просто как бы уезжаю на 100 километров как бы на запад и дальше там уже ничья земля и я буду жить там как бы и буду свободным человеком. И таким образом Америка возникает как родина, не привязанная к месту. Она возникает как передвижная родина, как бы родина, которая постоянно, вот так сказать, вот этой постоянно двигающейся границей. И интересно, как именно из вот этого, как бы из вот этой бездомности, из этой готовности как бы вот минутмена, то есть человек, который там в течение минуты, вот этого классического американского ковбоя, который в течение минуты готов, так сказать, собраться, взять ружье, скарп, сесть на коня и, так сказать, убежать куда-то далеко-далеко и найти себе новый дом, как вокруг этого создается новая патриотическая, такая вот американская капиталистическая идея. Один из самых важных массовых фильмов формирования американской патриотической мифологии XX века – это фильм Джона Форда «Так был завоеван Запад». Это очень мощный музыкально-эпический фильм 60-х годов, в котором участвует большое количество голливудских звезд первого калибра, трехчасовой масштабное полотно, которое весь соткан из множества историй передвигающихся людей. Начинается действие в начале XIX века в каких-то восточных штатах и заканчивается в конце XIX века в Калифорнии. Это как бы истории о разных людях, которые теряют свой дом для того, чтобы обрести новый и стать в нем счастливыми. Право на счастье – это право потери дома и замены его на новый дом. И, собственно, да, я, может быть, уже подведу итог. В общем, получается, что поиск убежища лишь доказывает невозможность его полного осуществления. То есть мы не можем сбежать от государства, так как живем в мире государств, да, и наш побег от государства, он будет определенным образом включен в систему отношений этих государств. Мы не можем сбежать от общества, так как оно все равно как бы нас формирует и определяет. Не можем сбежать от мира экономики. Не можем сбежать от, так сказать, вот этого индивидуального как бы мира, потому что он глобален, да, он опосредует наши отношения как везде. И мы обречены жить в мире обреченности убежища и в то же время постоянно пытаться его найти. Вот. Спасибо. Я, честно говоря, думаю, что как бы проблема, она все-таки не в том, чтобы найти убежище, а проблема в том, чтобы, ну вот, признать как бы существующие отношения. Да, и признавая как бы их, отказываясь от каких-то попыток, как бы поиска чего-то там иного, как бы, как бы, некого как бы идеального другого как бы общества, попытаться, ну, как-то вот перезагрузить как бы общество существующее. Вот. Потому что, ну, как бы все вот, все стратегии как бы убежища, они оказываются как бы все равно обреченными. Вот. То есть в этом смысле я как бы вот не верю в убежище. Спасибо. Да, ну, я как бы все-таки описывал, да, точку зрения как бы ГОПСа. И, ну, как бы отвечая условно с позиции ГОПСа, да, я бы сказал, что, так сказать, государство – это не просто как бы страх, а это страх рационализированный. Да, то есть мы как бы вот перестаем быть такими как бы дрожащими животными, да, потому что мы вполне уверены в тех стенах, которые как бы между нами стоят, так сказать, и препятствуют произволу как бы в отношении друг друга. Вот. Но, естественно, что есть другие как бы теории государства, в том числе прямо противоположные как бы ГОПСу, которые говорили, что нет, как бы, что через государство люди не становятся более как бы отделены, отчуждены фатально друг от друга. Но, наоборот, в государстве они обретают некий новый тип свободы, тип свободы, который связан как бы с коллективностью, тип свободы, который связан с возвышающим законом, условно, который связан с некой вот субстанцией, да, которая вот в виде там закон институтов, неких там обстоятельств, да, которые вот над нами стоят. Да, ну, как бы, вы помните, что первая структура, которая гарантировала право на убежище, это была вот Лига нации. После первой мировой войны, да, и, собственно, то, что вот эти права, так сказать, человека и создание самого как бы субъекта человечества в виде Лиги нации, они оказались, в общем, очень уязвимы. Вот это достаточно как бы быстро стало понятно. В принципе, прообразом вот этого как бы субъекта человеческих прав, субъекта человечества, возвышающегося над государствами, его прообраз это, конечно, вот представление Канта о вечном мире. Да, потому что Кант как бы говорил, что вот, ну вот если внутри государств существует какое-то гражданское состояние, что все там нету права меча уже, там люди защищены друг от друга законами и так далее, то между собой государства живут как дикие звери. Да, они живут, так сказать, в постоянной борьбе, в постоянном как бы господстве, ну как бы частного интереса, да, то есть государство всегда руководствуется со своими интересами, а не интересами мира, там сохранения мира вообще. И в этом смысле государства, они постоянно находятся в пространстве политики, а не в пространстве морали. Для того, чтобы как бы лишить политику власти над, так сказать, вот этим вот мировым как бы над государственным пространством, нужно заменить ее некой как бы моральной сверхструктурой, да, по Канту, которая бы вот гарантировала как бы вот этот вот вечный мир. И в принципе все проекты, там, Лиги нации, ООН, там и так далее, все, что гарантирует права человека, оно все вырастает из, так сказать, вот этой вот кантовской идеи. Но мы видим, что постоянно как бы все эти структуры либо как бы не выдерживают какой-то тест на субъектность, то есть они не могут себя доказать как бы силой свое как бы превосходство над, так сказать, творящими частный там политический произвол как бы государствами. Либо они скатываются в политику, становятся инструментом политики. Вот это то, что Кант называл морализирующей политикой. То есть когда как бы там политику словно говорят, я там начинаю сейчас войну или я сейчас там увеличу военный бюджет там в 10 раз для того, чтобы мир как бы уже окончательно был восстановлен на земле и всегда было, так сказать, ясное мирное как бы небо над головой. Вот когда начинаются такие как бы аргументы, то, значит, ну вот миру угрожает серьезная опасность, значит, по Канту. Значит, у нас проблемы большие на горизонте. Спасибо.